друзья ответ на вопросы которые были заданы в прямом эфире 23 июля а и на который я не успел ответить поддерживайте канал подписывайтесь ставьте лайки не забывайте значит люцифер люцифер по-русски почему консерваторы британии были фарватри администрации байдена дорогой люцифер это не совсем так мы с вами помним как они поставляли противотанковые ракеты установки перед войной когда администрация байдена говорила о том что она не хочет вмешиваться в этот конфликт и запрещали транзит по территории германии нато запретила поддерживать украин идея была в том чтобы быстро сдать эту украину и конфликт на этом будет исчерпан красивая такая подлинная очень идея вот но она не осуществилась в том числе благодаря великобритании консерватором в том числе благодаря польше странам балтии скандинавом вот и в общем демократической администрации пришлось делать вид что они на стороне украины что ее поддерживают вот хотя делали все возможное чтобы не допустить разгрома путина и цинично об этом заявляли так что консерваторы британии сделали многое для того чтобы планы администрации байдена не осуществились руслан русланов я понимаю как ваше видео белое пальто а новодворская я понимаю что имели в виду и ирину фарион тоже пока показывали ее не в лучшем свете вы не хотите говорить о фарион почему ну потому что это росла я хочу говорить я высказал свою позицию но тем не менее это все таки ну не моя область понимаете я как во всяком слуга во всякой ситуации так сказать есть ее сторонники есть ее противники и и это так сказать поле сражения внутри политическое и участвовать в этом сражении я не хочу я высказал свое экспертное мнение по поводу того кто причастен к убийству ирина фарион валерий лично к ней очень хорошо относился очень хорошо насколько я знаю ирина фарион не так хорошо к валерии лично хотя в общем никаких скандалов там не было я не знаю во всяком случае об этом как вы относитесь к владимиру милову ну во первых владимир милов бывший сопредседатель партии народной свободы пар нас партия народной свободы в этом смысле я к нему отношусь очень положительно с большим уважением владимир милов высказывает позиции такие националистические иногда радикально националистические за это вот был исключен из сопредседателя партии народной свободы создаюсь я приложил к этому руку и валерий лично и это продолжение вот той концепции которая доминировать стала в кардиционном совете оппозиции что надо объединяться с националистами коммунистами с левыми радикалами что непробивная сила своими резкими выступлениями фаерами они пробьют дорогу для нас либералов либертарианцев любителей свободы вот они не любители свободы но они радикалы и давайте ими пожертвуем пустим их вперед себя то уже один раз пустили большевики пришли к власти и сначала уничтожили своих соратников ближайших по оппозиции так сказать а потом всех остальных понимаете это же все таки опыт какой-то только дурак не учится на опыте так своем и чужом надо хотя бы там анализировать его но один раз это попробовали и известен известен результат большевики у власти и репрессии над всеми репрессии для всех над всеми противниками над всеми сколько-нибудь отличающимися от них чем это не идеологическое процесс стояния организационная вишневский генеральный прокурор человек который выписывал ордер на арест ленина тем не менее оказался полезен стали троцкий с которым они просто в одной партии были руководили одной партии оказался врагу потому что конкурент вот так что а мы про владимира милова говорили мы с ним здороваемся он умница ну мне не нравится его взгляд то мы не совпадаем по каким-то вопросам но он светский человек я как мне кажется светский человек мы с ним раскланиваются последний раз мы виделись на приемли на премьере фауста фильма сокуров пригласил меня пригласил его или это был просмотр такой без приглашения но не важно раскланились обниматься целоваться мы не стали радоваться друг другу но это же не обязательно так международный суд оон признал оккупацию палестинских территорий израиля неправомерной виктория каштаненко виктория организация объединенных наций международный суд оон под руководством ирана многие международные организации доживают последние деньки после прихода традиционной америки когда проделывать эти фокусы с осуждением демократических государств в антидемократических действиях будет не сподручно эти организации все исчезнут или будут ликвидированы или не будут получать финансирование я уже в прошлый раз говорил с большой вероятностью та же самая организация объединенных наций переедет в россию и пока у путина есть деньги он будет ее там финансировать этих своих африканских людоедов которые его поддерживают политически вот они играют все меньше и меньше роль суд оон многие организации прислушиваются я думаю что на месте он возникнет некоторая новая структура структура где доминирующей позиции будет позиция демократическая позиция там свободы уважение прав гражданских прав вот семерка это прототип будущей этой организации вот но это зреет это уже так сказать должно произойти скоро организация объединенных наций картам своим решением сегодня приближает свой конец дискредитирует себя я не долго осталось издеваться над мировым сообществом ну да все включено включенность инклюзивность мы говорили о переводе слова о том что прямой перевод вот этих слов новых слов слов выходящих за границу традиционного набора в русском языке очень сложно требует иногда целых предложений компьютерные видео пиратства иван кинг спрашивает а также соответствующие партии это левая или правая идеология иван но это очень условная классификация при правая и левая ну относить социализм любую социалистическую партию даже национал социалистическую к правому движению но это неправильно я это показал это обсуждали на примере оппозиционного движения это ну многомерное пространство вот если представить себе трехмерное пространство в которой расположены там разные точки разные позиции если его рассматривать с этой стороны то получается что на одной линии находятся там самые разные партии правый и левый это очень условное линейное деление на правый и левый партии мир устроен сложнее тем более эта область развивается область политической так сказать философской мысли вот это уже сложнее чем просто право и лево кроме правого и левого появляется там вверх-вниз назад вперед понимаете тут многомерная задача поэтому пиратские партии компьютерное и видео пиратство это ну некоторое отрицание некоторая форма отрицания частной собственности права на частной собственности вы создали некий контент контент и вы строите бизнес на этом контенте приходит человек который этот контент крадет и называет это неким идеологическим шагом позиции всего должно быть в информационном пространстве доступно всем и бесплатно ну я готов придумать там много десятки сотни случаев когда обыкновенное воровство будет называться свободой информации свободой слова вот руслан русланов что будет если а это был вопрос раньше что будет если отключат youtube в россии руслан пишет что очень жаль я буду скучать без ютюба я не думаю понимаете для российской власти включенность в информационное пространство очень важно и такими способами они объявляют гадами предателями бандитами все что им не нравится наказывают штрафуют вот но сохраняют связи вот многие пугаются скажем те кого называют иностранными агент но многие из них пугаются и начинают ставить эту плашку иностранного агента я не ставлю вот но дальше пока российская власть не продвигается и это связано с идеологическими коммерческими интересами понимаете это же ведь представьте что эта пропаганда будет только внутри россии работа даже при сталине при этом вот этом железном занавесе даже при сталине власть была заинтересована в информационной работе в пропаганде на западе этот журнал новое время издавался там английском испанском французском языке рассказывал о советской власти вот даже при сталине а этот шкет путин который конечно заинтересовался в продвижении своих установок основная проблема которой я надеюсь трамп займется это огромные триллионные инвестиции российских олигархов окружения путина в западную экономику очень эффективные инвестиции но вот такие как ганвар триллионные инвестиции которые приносят прибыль вот меня кто-то критиковал что путин не получает триллиона долларов дохода прибыли от торговли нефтью газом ресурсами до торговли нефтью газом ресурсами он получает пол триллиона больше но прибыль от инвестиций старых вложений в западную экономику это еще пол триллиона как минимум может быть больше вот будем надеяться что мы с трампом займемся этим вопросом инвестициями путина его окружения в западную экономику в компании в недвижимость рынок недвижимости огромен колоссален на западе он не сравним с рынком компаний и по прибыльности и по закрытости изолированности вложить вот как там миша лесен покупал свое время здания в лос-анджелесе они до сих пор находится во владении российском и стоит в несколько раз дороже покупали их за там 50 миллионов я думаю сейчас они стоят там за 100 миллионов займемся чуть позже так к штаненко виктория президент сша принял много сильных решений заявил владимир зеленский поблагодарив джо байнат за поддержку украины ну лицемерия обычная политическая лицемерия понимаете зеленский не в сос недостаточно сильный политик для того чтобы сказать там я ошибался что демократическая администрация придала украину и захват значительной территории украины это действие демократической администрации то что говорю я что украина сражалась не только с россией но и из демократическая администрация сша которая имитировала поддержку украину понимаете с лист быть слишком критичным к владимиру зеленскому нельзя руководитель в общем большого европейского государства но очень маленького с точки зрения политического влияния влияния на мировую экономику он человек очень зависимый и украина очень зависимая от многих внешних сил обстоятельств политических обстоятельств государства слишком много требовать от него нельзя просто виктория каштаненко за сутки после отказа джо байна от выборов демократическая партия собрала свыше 55 миллионов долларов всего за сутки 81 миллион это не вброс это кэмилла хаятс собрала 81 миллион видимо это это легко проверяется это же открытые цифры до спонсор демократической партии собрали 81 миллион то есть в некотором смысле перекинули свои миллионы от байтона к камале харрис там жить несколько процессов не только выборы которые по всей видимости они проиграют но еще и проблема конгрессменов сенат нижняя палата это то что демократическая партия пытается ну сохранить влияние не потерять влияние в сенате по всей видимости потеряет но потерять можно знаете там 70 процентов и владеть 30 процентами в верхней палате и тогда у республиканцев появляется конституционное большинство а можно потерять 20 голосов тогда более-менее так сказать равномерно остается влияние вот кроме того я думаю что они рассчитывают на какие-то действия дестабилизирующие то что в двадцатом году им удалось демократической партии блм протесты погромы то что они пытались повторить но не получилось так эффективно как в двадцатом году получились такие хорошо проплаченные но очень локальные действия в кампусах студенческих но получилось то есть это произошло нестабильность такая небольшая нестабильность александр как вы считаете трамба заказали это понятно те кто его охраняли похоже были тоже в этом замешана судя по тому как этот сюжет разворачивался но очень похоже александр и по ответам руководителя секрет сервис в конгрессе она фактически отказалась отвечать на прямые вопросы то есть она пыталась скрыть информацию понимаете как там врать нельзя врать это 50 лет тюрьмы врать конгрессу вот она пыталась не отвечать спасет это ее не знаю во всяком случае отставка уже требование отставки прозвучало и такое довольно серьезное заявление республиканского большинства в нижней палате отставка замешаны ну похоже на то похоже ну как это стрелок которого обнаружили люди начали показывать пальцем а эти ребята никак не реагировали до тех пор пока он не произвел свои там два или три выстрела я уже не помню как там там всего три выстрела один да два выстрела два выстрела ну это по крайней мере беспечность лубянский тюц театр юного зрителя для чего салонин делает выпады в адрес трампа и венса он на гранте и леваков или его коробят от правых политиков в силу его семитского происхождения определенных комплексов ну я не думаю что во первых давайте позволю людям высказывать свою точку зрения тем более что это полезно критика трампа это полезно это он не очень силен вы понимаете марк салонин совершил это из точки зрения сворова совершил подвиг историка занявшись этой проблемой второй мировой войны но из этого не следует что он там хорошо разбирается в американской политике я уже приводил этот пример когда я поддержал общество осужденных хозяйственников его сопредседателя это осужденных хозяйственников то есть это еще советский союз и когда я в конце в начале 91 года начал создавать антикоммунистический альянс вдруг он мне говорит да я не антикоммунист вы меня не записывайте туда я ему говорю как но это же основная причина того что так сказать произошло с осуждением людей которые пытались заниматься предпринимательской деятельностью коммунисты нет сказал он я это я так не думаю я не согласен я не но я думаю что случае с салонином то же самое еще это семитское происхождение определенных комплексов мне больше всего в истории марка салонина нравится знаете что его исключили когда он занимался этой проблемой второй мировой войны его исключили из этого общего свободного общества историков за антисемитист то есть видимо он с кем-то из своих оппонентов евреев поспорил его назвали антисемитом ну вот как его он назвал антисемитом фейгином но та же самая история смешно ну и давайте давайте позволим марку салонину иметь свою точку зрения ну не нравится ему трамп ну у нас есть примеры журналистов проплаченных просто в украине например просто без всяких сомнений которые говорят бред всякий несут хорошие журналисты хорошие эксперты но в вопросе там поддержки байдена или борьбы с трампом ну вот у них такая проплаченная позиция но они на зарплате но бедные журналисты давайте посочувствуем там ну сказать очевидная ситуация с марком салониным я не думаю что его кто-то оплачивает его влияние не так широко и так очевидно это его позиция пусть будет еще один анонс перед показываем фильм о юрии шутове то тоже понимаете как а вот продолжение константин натанович вы были для шутова талдычащим бородатым демократом а меня обвинили в том что я тролль шутов не печалился из-за развала ссср кстати я не тролль а милый лесной эльф это пишет что такое пики с рыбана он критикует шутова это уже не первый шутовый человек который делает о нем фильм ну давайте тоже позволим вот эту точку зрения тем более что мне она кажется ну обоснованной точка зрения в соответствии с которой шутов юрий шутов противостоял путина и получил по полной программе вот в чем только не обвиняли так волчка байден как-то сказал что экономика на высоком уровне в сша ведь он отчасти прав основные три индекса диджей sp500 и и с дидекс намного выше чем при трампе это высокие показатели за войны это показатели которые растут растут вне зависимости от желания или нежелания власти это развитие экономики она ускоряется замедляется но не останавливается растут компании кстати говорят тут есть еще один фактор инфляция понимаете стоимость компании акции это некая стабильная стабильная стабильный показатель который автоматически будет расти из-за инфляции да вот так что относить это называть это ростом экономики я бы не стал у меня запланировано обсуждение этого вопроса вот с чистой экономической точки зрения сергей алексашенко где-то в первых числах августа я опубликую это обсуждение высокие показатели рынка но это не высокие показатели экономики есть разницы жаклин нет ба нет байдена дело байден не прав откройте график убедитесь что я не вру ну да это не рост экономики повышение стоимости тем более такое усредненное повышение стоимости акции какие-то акции растут какие-то падают какие-то компании разоряются появляются новые компании это безусловно имеет отношение к экономике говорит один из косинных признаков ее роста андрей сурин сбывается ваше предсказание по поводу захвата власти в украине военными начали продвигать заложного на прост президент как вы это прокомментирует но он самый популярный из политиков он может эффективно противостоять зеленскому я не знаю его политической позиции его программы я пока не готов как-то это комментировать но я понимаю что силовики у власти это вызов это возможности но этой опасности вот так что зеленский у него очень слабая позиция конечно такое количество ошибок которое совершил он и его команда кстати говоря остается возможность того что в украинском политикуме останется вот эта сила которая называется сейчас слуга народа что она не исчезнет так сказать до нуля или до каких-то микроскопических размеров и тогда возникнет может быть такая двухпартийная система вполне вероятно но тоже это все зависит от зеленского от его окружения от их мудрости пока особой мудрости я не вижу а продвижение заложенного ну две стороны как всегда с одной стороны это конечно новая сила политическая с другой стороны это то что связано с силовиками давайте внимательно смотреть что он пообещает я бы начал с его программ если она есть вот а дальше посмотрим я сформулирую свою позицию поближе к выборам поближе к ситуации когда эти выборы но будет понятно хотя бы когда они произойдут константин натанович были вы знакомы с владимиром буковским мы дружили с володей под названием евросовок евросовок это одно из открытий володя он обнаружил документы цк кпсс в архиву когда цк активно очень активно продвигал вот эту идею евросоюза им казалось политбюро экспертам цк кпсс им казалось что это путь к сращиванию консолидации к продвижению вот этих идей социализма идей доминирования государства понимаете и они поддерживали эту идею это все формировалось у меня так сказать на глазах когда я встречался с экспертами евросоюза которые мне объясняли что это все закончится существенным сокращением административного аппарата чиновничества что европейские государства со временем начнут отказываться от собственной собственного регулирования все произошло в точности наоборот как и было предсказано вот володя очень точно оценивал ситуацию ес это социалистическая такая номенклатурная идея реализованная очень успешно и сейчас очень волнует что меняется ситуации правые приходят к власти социалисты отходят от власти идея социалистическая социал-демократическая усилиями демпартии сша дискориентированно но совершенно вот мы кстати должны быть благодарны байдену демократам обраме за то что они продвинули ее там где ее продвигать не надо было сша где сохранились таскать традиции основы консерватизма традиционализма вот и мне кажется что на примере сша стало ясно что смысл этой идеи это разрушение экономики политической системы это создание не просто колхоза володя употреблял слово колхоз но и концлагеря гулага советского что более опасно шейтельман банят затыканье вам надо делать тоже мне все равно тыкать показатели передернуты они были передернуты недавно ввп рф ну да понимаете это требует более подробного анализа понятно что экономика соединенных штатов она не в катастрофическом положении но ей нанесен очень серьезный ущерб и конечно фактор сдерживания развития государства его экономики но он очевиден что делать русскоязычным россиянам после распада рф но распад рф это распад империи российской империи который пытался создавать путин на или поддерживать на месте россии образуется много разных государств надеюсь без ядерных в которых граждане россии будут принимать участие у них будет возможность построить компактные демократические государства возникнут маленькие злобные империи нет никаких сомнений в этом потому что во главе некоторых многих регионах чекисты ставленники путина ну они как говорил и лерочка чекист не может создавать государство он может создавать только концлагерь но вот они и будут создавать концлагеря свои коммунистические фашистские перски вот граждан россии в этом случае надо бороться за создание демократических государств никита павлов очень такая амбициозная задача так сергей орлов как продвигается ваш иммиграционный кейс ну мне интервью назначили мое дело это 150 страниц приезжайте в гости во флориду спасибо я был недавно во флориде но если вы приглашаете с удовольствием еще раз приеду так василий васильев мете ли вы влияние на власть имеет ли влияние на власть барак обама какова степень его влияние огромное это один из тех кто принимает решение сегодня демократической партии и эксперты уровень обама не очень высокий это видно кстати говоря по принимаемым решениям они не всегда адекватны что ли александр кожевников ваш ведение мир через два-три года через 10-15 лет вы знаете вы так много задали вопросов что мне нужно еще один ролик записать ролик номер 2 давайте здесь я остановлюсь и следующий раз вот с этого места начну как будет развиваться мир через два три года и через 10-15 лет очень хороший вопрос я заодно подумаю за это время и у меня к вам просьба друзья пока я буду думать пожалуйста поддерживайте канал ставьте лайки делайте ссылки на видео призывайте людей подписываться на канал вот ну и что-то еще там нужно делать я уж не помню я вам обещаю записать еще один ролик так много вопросов не было раньше но ничего страшного значит ответим на все вопросы спасибо вам